Основные критерии качественного торгового сигнала В этом видеоуроке я отмечу наиболее оптимальные значения всех показателей, которые позволяют оценить качество торгового сигнала. К сожалению, достаточно сложно встретить такой торговый сигнал, который бы полностью соответствовал всем критериям, но задача инвестора выбрать наиболее оптимальный торговый сигнал, который бы позволил ему зарабатывать на протяжении длительного промежутка времени. На этом рисунке пример практически идеального отчета торговой стратегии опытного трейдера. В первую очередь, на что обращу ваше внимание, так это на то, что количество прибыльных сделок должно быть не менее 35%, при том, что убыточных не может быть более 65%. Но идеальное соотношение прибыльных и убыточных торговых позиций, это тогда, когда прибыльных более 50%, ну и соответственно убыточных менее 50%. Такое соотношение позволит стабильно зарабатывать трейдеру даже в те моменты, когда происходят глобальные изменения на рынке. К примеру, изменение тренда или же глубокая коррекция. Но если же количество прибыльных сделок находится в диапазоне от 30% до 40%, любое изменение конъюнктуры рынка может привести к непредсказуемым последствиям. В соответствии с предыдущими параметрами, также и соотношение лучшего и худшего трейда должно соответствовать основному критерию риск-менеджмента. Потенциальный доход должен превышать минимум в три раза потенциальный риск. Как следствие, лучший трейд должен превышать худший минимум в три раза. В данном примере лучший трейд равен 150$, соответственно худший 50$. Но большую степень важности все же имеют показатели средней прибыли и среднего убытка, так как от их значений в большей степени зависит финансовый результат торговой стратегии трейдера. Идеальное соотношение – это когда средний уровень дохода превышает в три раза средний уровень убытка. При этом необходимо учитывать соотношение прибыльных и убыточных сделок. Если же этот показатель близок к соотношению 51% прибыльных и 49% убыточных сделок, то вполне допустимым соотношение может считаться 1 к 2 в плане соотношения размера среднего убытка и средней прибыли. После того, как мы определились с параметрами соотношения прибыльных и убыточных сделок, пришло время перейти к статистическим показателям, таким как фактор восстановления, профит-фактор и математическое ожидание. Но забегая вперед, отмечу, что если же первый блок показателей соответствует оговоренным нами параметрами, то и остальные будут также им соответствовать. Как уже отмечал ранее, минимально идеальное значение фактора восстановления не менее трех. Но чем выше параметр, тем лучше. Аналогично и с профит-фактором. Чем выше этот показатель, тем выше уровень доходности, ну и скорее всего надежности торговых сигналов. Минимально идеальное значение находится выше двух пунктов. То есть, если профит-фактор торговых сигналов находится на уровне в два пункта, при выполнении абсолютно всех остальных условий надежность такого торгового сигнала будет достаточно высокой. Ну и конечно же, мы не можем забывать о математическом ожидании. Если оно ниже единицы, то такая торговая стратегия рано или поздно станет убыточной, если же она на момент анализа являлась прибыльной. Но еще раз напомню, что основными являются показатели соотношения количества прибыльных и убыточных сделок, а также размер средней прибыли и убытков. А также, одним из ключевых факторов является отсутствие глубокой просадки. Конечно же, в зависимости от выбранной торговой стратегии, этот показатель может сильно отличаться. Если же данные показатели будут соответствовать оговоренным значениям, то все остальные показатели лишь подтверждят надежность данного торгового сигнала. Помните, чем лучше отчетность, тем выше надежность торговых сигналов. Продолжение следует...